Всем привет! Дядя Юра дает прогноз на матч 20-го тура английской премьер-лиги Эвертон-Саудгэмптон. Встречается 18-20 команда АПЛ. В очном матче первого круга сильнее был Эвертон, который выиграл 2-1. Смотрим, как соперники отыграли матчи 19-го тура. Брайтон, Эвертон крупно проиграл Брайтону 1-4. Исход матча можно было бы закрывать еще и в первом тайме, реализовать чайки все свои возможности. Но то, что не удалось сделать в первом тайме, гости сделали в течение 5 минут в начале второго тайма, забив три гола. Гол престижа Эвертон забил на последних секундах матча, реализовав пенальти, который гости привезли себе на ровном месте. Саудгэмптон минимально дома проиграл Ноттингэму. Гости в первом тайме создали два реальных голевых момента, один из которых реализовали. У хозяев в атаке практически ничего не было, так что счет, можно сказать, получился по игре. В Кубке Англии Эвертон ожидаемо проиграл на Олд Траффорд Юнайтед 1-3. А Саудгэмптон приятно удивил своих болельщиков, выиграв оба кубковых матча. На Кубок Англии у Пелос 2-1 и четвертьфинал Кубка Английской Лиги у Монсити 2-0. Смотрим, какой прогноз можно дать на исход предстоящего матча. Эвертон выиграл только один матч из последних десяти, у Саута 2 победы, причем в двух последних кубковых матчах над непростыми соперниками. Дома у Эвертона 2 победы в этом сезоне, последние 3 домашние матча и риски проиграли. У Саута аналогичная картина в выездных матчах, 2 победы и 3 поражения в последних трех выездах. В очных матчах на Гудисон Парк святые выступают плохо, 2 ничьих и 3 поражения, включая 2 поражения в последних матчах. Фаворитом на эту игру поставили хозяев, в сложившихся обстоятельствах можно взять не проигрыш гостей, Саут сейчас будет на подъеме после двух кубковых побед. У Эвертона, похоже, печалька беспросветная. Тотал голов. Эвертон 4 из последних 5 матчей отыграл результативно. Саут дважды играл по низам в последних трех матчах, хотя до этого была серия из трех результативных матчей. Последние два домашних матча Ирисок были результативными, точно так же, как последние два выезда Саута. Это самая длинная серия команд. Предыдущая очная игра на Гудисон Парк была результативной, но чаще играются низовые матчи на поле Эвертона. Как видим, очень много предпосылок для низового матча. Обе забьют, да нет. У Эвертона идет серия из 5 забивных матчей, это очень и очень много для Ирисок. Саут два из трех последних матчей играл по нуля. До этого была пятиматчевая забивная серия. Последние два домашних матча Эвертона были забивными, точно так же, как последние два выезда у Саута были забивными. Четыре из пяти последних очных матчей на Гудисон Парк были забивными. Пожалуй, в самое время здесь играть нулевую игру, коэффициент очень хороший 1.91. Главы и удары. Эвертон дома по угловам играет очень контрастно. Последние два матча были по низам, логично ждать верхов. Саут на выезде играет примерно 50 на 50 в плане результативности, но последние два выезда были низовыми. Тоже как бы пора ждать результативной игры. Последние два очных матча на Гудисон Парк были очень результативными. Поэтому здесь в самый раз ожидать вот где-то 10-11 угловых ударов. Скромный вариант тотал больше 9.5 даст невысокий коэффициент, но будет очень обидно, если взять тотал больше 10.5, получится ровно десятка. Примерно так оно и должно быть по ходу, вот где-то 10 угловых ударов. По приколу, конечно, можно было взять тотал ровно 10 угловых, но это уже для экстремалов. Хотя коэффициент там должен быть хорошим. Желтые карточки. Эвертон дома только два матча отыграл по низам. Саут на выезде играет 50 на 50, но последние два выезда были очень корректными. Также были корректными последние две очные игры на Гудисон Парк. Поэтому логично здесь взять сторону результативного матча. Можно даже влупить тотал больше 4.5. Главным арбитром назначен Джон Брукс. За 100 матчей судья показал 367 горчичников. В среднем 3.7 за матч. Это немножко выше средних значений. Либеральным арбитром Брукса тут никак не назовешь. Но, в принципе, рискнуть на тотал больше 4.5 можно. Коэффициент будет очень хорошим. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч. Тотал меньше 3.5, коэффициент 1.25. Оптимальный вариант. Обе забьют. Нет, коэффициент 1.91. Но доходный вариант. Классическая ничья. Коэффициент неплохой. 3.44. Как она будет на самом деле, покажет игра. На этом все. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.